В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций. Согласно поправкам, которые предлагаются внести в статью 15 пункт 3 закона об информации, в случае обнаружения на сайте материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной, Роскомнадзор может без суда заблокировать ресурс по представлению генпрокурора или его заместителя. А пока эта поправка лишь готовится к принятию, Госдума ратифицировала соглашение с Палестиной о взаимной защите капитала. Теперь капиталы российских граждан в полной безопасности. Но точно не тех, кто имел счета в очередном банке-пустышке. В начале октября 2017 года ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США московского Темп-банка. А как все начиналось? Это кадры 2013 года. РПЦшный ПОП освещает отделение финучреждения в Северной Осетии. Новый банк это, тем более, банк стабильный, много лет работающий на рынке финансовом российском. Московский банк, он известный банк и очень отрадно отметить, что наш земляк Михаил Гоглович у вас разглавляет. А это уже 2014-й. Кремлевский пропагандист Попов рассказывает о санкциях, введенных против Темп-банка американцами. Американские власти ввели санкции против еще одного российского банка, на этот раз из-за связи с сирийским правительством. Об этом объявил Минфин США. Под ограничение попали операции московского Темп-банка. Председатель правления Темп-банка Михаил Гоглоев вошел в санкционный список США за связи с сирийскими банкирами. И помощь в проведении миллионных транзакций посредством SWIFT представителями режима Асада. В декабре 2016 года Темп-банк еще раз подпал под ограничения США. На этот раз они были связаны с топ-менеджментом организации. В санкционный список были внесены три заместителя председателя правления банка Николая Хлумов, Елена Апанасенко, Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета банка Андрей Дубняк, а также члены наблюдательного совета банка Владимир Гоглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн и Елена Жирова. 5 апреля 2017 года Центробанк ввел в этом банке временную администрацию. В июле регулятор продлил на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темп-банка. Модель бизнеса Темп-банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных неработающих активов, говорится в сообщении регулятора. Руководство банка при этом неадекватно оценивало принятые риски, заявили в ЦБ. И опять-таки, Центробанк умалчивает, что Темп-банк занимался финансированием военных авантюр Кремля на исконно русской, сирийской земле. Народ исламский, суфи, православный. Это для нас наша земля. Это наша земля. Это наши святые места. Я думаю, это новый лозунг. Центробанк также прекратил полномочия введенной ранее Временной администрации, функцией которой выполняла Государственная корпорация Агентства по страхованию вкладов и назначил со 2 октября новую Временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому в который раз за действия кремлевских шизофреников расплатятся обычные граждане РФ. Страховки будут выплачены из госбюджета, а то, что оттуда изымут, будут пополнять за счет повышения акцизов, налогов и цен на прилавках российских магазинов. Необходимы, наверное, как вот сейчас говорят банки для бедных. Государство, наше государство, которое социальную ориентированность не заподозришь или в доброте, вдруг начало это делать. Не кажется ли вам, что действительно в экономике начался какой-то системный кризис, и власти понимают, что если сейчас что-то не предпринять, вот последние 25 лет они этого не делали, а вот сейчас, если что-то не предпринять, то произойдет что-то очень серьезное. Все это вынужденная мера. Ну, она вынуждена, но не только, упаси господь, не по причине какого-то социального взрыва, потому что социальный холодильник всегда будет, как говорится, проигрывать телевизору, поэтому телевизор это форево, поэтому идеологический блок... Я бы не сказал, у некоторых людей холодильник пустой. Он может быть и 300 раз пустой, главное правильно объяснить, почему он пустой. Он сейчас пустой только по причине того, что, соответственно, по господину Трампу мешают наймитые госпожи Клинтон, которые внедрились в его администрацию, и только поэтому он, в общем, не может до конца развернуться, и это до конца его либо выборного срока, либо импичмента будет развиваться. А если его, упаси господь, американцы действительно выпихнут под импичмент, так это будет вообще происки за кулисы. Сейчас в экономику уже вброшено более 8 триллионов необеспеченных денег. Более того, мы с вами недавно с гиканьем и радостью приняли участие во флешмобе «Нарисуй свой домик» на необеспеченной ничем бумагой в 200 и 2000 рублей. И, соответственно, каким-то образом, когда профессор абсолютно верно говорил о том, кто за это заплатит и кто окажется в выигрыше, сразу могу сказать, что в выигрыше окажутся банки, причем банк, скорее всего, один. Экономика у нас, конечно, не рыночная, более того, она никогда, про сути дела, там был очень небольшой период, когда она могла ее, можно было назвать, движущейся в рыночную сторону. Она обычно, если правильнее смотреть, надо открыть учебник про родоплеменные взаимоотношения, открываем, и, в общем, вся экономика прописана. Есть рода, племена, которые между собой делят мамонта, а периодически попадающие под руку так называемый, в 90-х был такой термин, растить кабанчика, вот, собственно говоря, предприниматели – это кабанчики. Я могу сказать, что многие сейчас даже на очень высоком уровне вице-президенты, которых я знаю еще с 90-х, уж простите, я еще, они у меня прямо врезались в слух и в мозг, когда я разговаривал с нынешним вице-президентом, а тогда он был просто обычным, ну, скажем так, возглавлял одну из групп, не группировок, а групп партийных. Он сказал, вы коммерсы, вы сладкие, вас доить надо. Поэтому это был 97-й год, вы знаете, сейчас, когда я его вижу в патриотичном угаре, собственно говоря, с первых каналов, я понимаю, что, в общем, принципиально подход, он не поменялся. Поэтому мы находимся в родоплеменных отношениях, и частный бизнес, его становится все меньше и меньше, и с точки зрения системы распределения у наших нынешних феодалов только одна проблема – нас слишком много. Сейчас развиваются 3-4-5 крупных сетей. Розница региональная, она подыхает, и подыхает как раз потому, что 37 месяцев падает платежеспособный спрос. 37 месяцев, то есть больше трех лет. Безусловно, рыночная экономика, как говорится, у нее есть шанс накормить. Другое дело, что проблема у нас в том, что кто будет обновлять элиты? Вождей вы не спихнете, а сами они не уйдут. И более того, у них подросло новое поколение, которое, в общем-то, их родных, близких и все остальное. Поэтому, к сожалению, здесь вопрос не в экономике, а именно в социальных взаимоотношениях, и в том числе и в поведении наших граждан, которые, к сожалению, считают, что им нужен какой-то… То есть они ждут, что механизм уже создан с меняемости этих элит. И каждый раз они задают вопрос, ну что же делать? Я всегда задаю вопрос, а что же ты делал до этого? Если ты только приходил на работу и только уходил после этой работы и не принимал участие, я подчеркну это слово, сначала в создании механизма с меняемости элит в том числе, то, в общем, ты будешь так же приходить на работу и так же будешь получать ту пайку, которую тебе выделят. И это ключевая, вот эта пассивность, нежелание принимать участие активное в строительстве государства российских, это основа основ тех родоплеменных взаимоотношений или феодальных, как говорит Павел Николаевич, потому что мы сами отдаем ермо себе на шею. Редактор субтитров А.Семкин